Выбирая профессию, необходимо отталкиваться от многих факторов. В них входит не только то, нравится ли профессия будущему студенту или нет, но и то, насколько она востребована сейчас. А главное, насколько будет востребована спустя годы. Какие-то профессии вымирают, какие-то будут существовать всегда, какие-то модифицируются, ну а какие-то профессии на рынке труда будут совершенно новыми. Сейчас происходит активное развитие технологий, медицины, робототехники. Для всего этого нужны специалисты, и это уже не просто инженеры или медики, а специалисты, сочетающие в себе умения, навыки представителей сразу нескольких профессий. Ну и, соответственно, новые профессии сочетают в себе не одну дисциплину, а несколько. Также возросла необходимость в наличии тех или иных качеств человека, потому что сложно работать, когда этот человек не является ответственным, когда не разбирается в педагогике или психологии, работая с другими людьми, или не обладает креативным мышлением, разрабатывая виртуальные миры. Так называемые профессии будущие, это профессии, которые будут востребованы спустя какое-то количество лет, через 5, 10, 20. Довольно перспективные, хотя многие, может, и пугают, как и все новое. Однако, если смотреть вперед, то перспектива получить профессию, которая на грани вымирания и есть риск остаться без заработка, это еще страшнее. Основная причина, по которой потеряли или теряют актуальность те или иные профессии, отсутствие спроса на товар или услугу. Соответственно, для того, чтобы знать, какие профессии будут востребованы, необходимо разобраться, какие услуги будут иметь высокий спрос. Так, например, зная, что огромную популярность и большие возможности приобретает цифровая индустрия, можно сделать вывод о том, что в будущем будут популярны те профессии, где можно работать онлайн, а также профессии, предполагающие причастность к цифровому миру. Например, архитекторы или дизайнеры виртуальной реальности. Зная, что обычный пылесос давно заменил робот-пылесос, можно прийти к выводу, что в будущем планируется больше разработок в области техники. Однако при выборе профессии не стоит делать акцент лишь на популярности и престижности. Необходимо прислушиваться и к своим желаниям, потому что как бы высоко ни оплачивалась ваша работа, если вы не будете выполнять ее с удовольствием, сильно много радости она вам не принесет. В первую очередь необходимо определить то, с чем или кем вы хотели бы работать. Взрослыми людьми и детьми, компьютером, искусством, наукой, растениями, животными, продуктами питания, финансами и так далее. Список бесконечный. Далее разберитесь с тем, какой ведь деятельности вам по душе. Обучение, управление, творчество, общение, исследование. Руководствуйтесь формулой могу-хочу плюс надо. Где могу или хочу, ваше желание и умение. А надо это то, что может быть полезным другим. Когда мы думаем о том, кем бы мы хотели стать, то вынуждены пытаться предсказать это самое будущее. Так как выбираем профессию, не имея опыта. Страх и неуверенность в выборе обычно связаны с отсутствием информации. Поэтому изучайте профессии, читайте о них статьи, общайтесь с их представителями, смотря видео на их темы. Старайтесь еще до выбора вуза найти место, где вы могли бы попробовать себя и свои силы, чтобы понаблюдать за профессией изнутри, в действии. И помните о том, что выбираете профессию не на ближайшие пару лет, а скорее всего более чем на 10. А потому думайте о том, будет ли эта профессия также востребована и спустя десятки лет. Вот топ 5 профессий будущего, о которых можно подумать уже сегодня. Архитектор виртуальной реальности Будущее уже здесь. Все, что когда-то казалось нам фантастикой, становится реальностью. И чем больше вокруг фантастической реальности, тем больше спрос на профессионалов в данной области. Архитектор виртуальной реальности представляет собой специалиста, проектирующего решения, которые позволяют проводить время в виртуальной реальности с пользой. Не только отдыхая, но и обучаясь, и работая. Прошли те времена, когда виртуальная реальность использовалась только в развлекательных целях. Сегодня она применяется и в архитектуре, и в медицине, и в обучении персонала. Термин виртуальная реальность был придуман Джеромом Ланье, который в 1980 году основал первую компанию, занимающуюся продажей VR-продукции. Сегодня Ланье можно встретить среди сотрудников Microsoft, поскольку профессия в VR-архитектора является совсем новой. Конкретно ей пока в России не обучают, но есть специальности, которые схожи. И после окончания данной программы можно получить специальность архитектора виртуальной реальности. Обратите внимание на такие специальности, как информационные технологии в дизайне, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Ивановский политехнический университет и другие. Хочу обратить внимание, что я сам был свидетелем использования технологий виртуальной реальности в школах зарубежных и в риэлторских компаниях в Америке. Что это собой представляет? Допустим, вы хотите купить квартиру или арендовать какую-то квартиру. Вам нужно посмотреть 10, 20, 30 квартир. Физически это сложно, плюс требует много времени, затраты. Как у тех же самых риэлторов, так и, собственно говоря, у вас. Тем более, если вы находитесь вообще в другой стране и приезжать в ту же самую Америку, чтобы посмотреть квартиру, для аренды это все достаточно сложно. Есть такие специальные очки, которые надеваются, и вы ходите, как в таком виртуальном мире, вы ощущаете полное присутствие на месте. Можете наблюдать, как устроены комнаты, как устроен дом, район. И все это в этих самых очках. То же самое касаемо и учебных заведений. Чтобы посмотреть учебное заведение, насколько оно технологически оснащено, вам в будущем, скорее всего, даже не будет требоваться ехать на место. Можно будет все заранее вот так посмотреть в виртуальной реальности. Графический дизайн. Московский художественный промышленный институт. Северокавказский федеральный университет и другие. Прикладная информатика в дизайне. Дизайн архитектурной среды. Дизайн мультимедиа. Информационный дизайн. В других же странах обучение по специальности возможно, например, в Испании, в той же Барселоне. Шестимесячный курс по подготовке дизайнеров в виртуальной реальности. Обучение ведется на английском языке в Институте дизайна IED. Ссылочку на IED поставлю в описании к данному ролику, как в Барселоне, так и в других городах. Посмотрите, очень интересно. В Великобритании есть полноценная трехгодичная программа в Школе искусства, дизайна и архитектуры в Университете Плимута. Ссылочка тоже будет в описании. Да и в целом за границей активно развивается это направление. Поэтому, если у вас будут вопросы касаемо обучения по данному направлению или другим направлениям за рубежом, переходите на наш сайт www.twsmaps.ru и там много информации о различных популярных специальностях, интересных вузах. За границей также вы можете задать вопросы в онлайн-чате на сайте или позвонить по телефону. Специалист по альтернативным валютам. Такого специалиста было бы правильнее назвать специалистом по криптовалютам или трейдерам альтернативных валют. Сфера их обязанностей включает в себя торговлю на бирже криптовалютами. Самая известная из таких валют, биткоин, появилась совсем недавно в 2008 году. Тогда человек с псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал статью под названием Bitcoin P2P, электронный день. С его появлением начали появляться и развиваться новые отрасли в области финансового менеджмента и инвестиций. А после роста популярности биткоина стали появляться и новые криптовалюты. И так как сфера их еще совсем свежа и нова, необходимо наличие специалистов, которые знают и понимают данную область. Со временем такие специалисты будут одними из самых ценных. Так же, как и в случае с профессией архитектора VR. Профессия трейдера только начинает появляться. Поэтому обучиться ей можно пока только на основе смежных специальностей. Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике. RGU Ring. Финансовые рынки и цифровые финансы. RANHIX. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. МБИ, СГУ и так далее. Биохакеры. Ученые в области молекулярной биологии, они же биохакеры, смогут активно помогать ученым, ищущим лекарства для лечения таких болезней, как депрессия, аутизм, шизофрения или болезнь Альцгеймера. Основная разница между биохакерами и учеными-биологами, которые уже сейчас занимаются поиском лекарственных средств, в том, что они по сути фрилансеры. И им не приходится, в отличие от своих очных коллег, отвлекаться на написание статей или преподавание в вузах. Значит, они могут принимать участие в мозговом штурме, который способен принести огромное количество идей. На сегодняшний день биохакеры уже смогли произвести замену эритроцитов на основе генноинженерных бактериальных клеток, переносящих кислород, но не вызывающих сепсиса. Новинки в области стволовых клеток, органический материал на основе грибов и так далее. Пока в России и других странах нет возможности получить образование биохакера по программам бакалавриата или магистратуры, но есть курсы, в том числе и по профессиональной переподготовке. Их предоставляет лаборатория биохакинга, Академия профессиональных стандартов и даже Курсера. А если уже они начали предоставляться на короткой основе, то, значит, в ближайшем будущем ждем и длинных курсов. Онлайн-врач. Конечно, есть ряд профессий, которые будут жить вечно. Помощь врачей людям была и будет нужна всегда. Но и медицинские профессии также модифицируются. Онлайн-врач, а именно онлайн-терапевт, способен провести диагностику пациента посредством видеозвонка, выявить признаки той или иной болезни и направить уже на полноценную консультацию к специалисту узкой направленности. Уже сейчас существует множество умных помощников, врачей и пациентов. Приложения, которые способны замерить вариабельность сердечного ритма и даже сделать кардиографию. Приложения Велтери, например. При помощи одного только прикосновения пальца к смартфону искусственный интеллект, сопоставляющий новообразование кожи со снимками кожных заболеваний из базы. Visual DX и Der Expert. Пандемия показала нам, насколько важной является возможность не только работать и обучаться удаленно, но и совершать иные действия. Онлайн-поход к врачу экономит время как пациента, так и врача. Ну и наконец, Mind Fitness тренер. Вы наверняка замечали, что будучи ребенком, вы усваивали новую информацию куда быстрее, а также обладали большим энтузиазмом и энергией, которые позволяли достигать самых смелых целей. Со временем наши познавательные процессы, такие как память, внимание, воображение и так далее, притупляются, что сказывается на нашей продуктивности. Тогда на помощь приходит Mind Fitness тренер или коуч. Если тренер в спортзале прокачивает наши мышцы, то Mind тренер прокачивает наш мозг. Один из самых первых известных Mind Fitness тренеров, Джим Квик, пришел к данной профессии самостоятельно, благодаря своему печальному опыту получения черепно-мозговой травмы в детстве. Для того, чтобы восстановиться, мальчик выполнял все техники, предложенные врачами. Но вместе с тем, также начал придумывать и свои собственные упражнения на тренировку памяти, внимательности и скорочтения. Профессия Mind Fitness тренера предполагает совмещение в себе сразу нескольких наук. Нейробиологии, психологии и педагогики. В России обучиться на такого специалиста можно поступив на магистрскую программу факультета социальных наук Высшей школы экономики, когнитивные науки и технологии. От нейрона к познанию. Обучение ведется на английском языке. Есть возможность также получить соответствующее образование в более короткие сроки в институте непрерывного образования при МПГУ, где курс обучения составляет 160 часов. Друзья, если вам понравился данный выпуск, поставьте ему лайк. Это помогает в развитии нашему каналу. Если вам интересны какие-то новые профессии, если вы хотите, чтобы мы разобрали что-то, пишите об этом. И мы обязательно сделаем об этом выпуск. Также заходите к нам на сайт www.3wsmarts.ru Там много всего интересного из мира зарубежного образования.